Здравствуйте, господин Оскан. Мы с вами встретились сегодня на чемпионате Европы по дзюдо. Первый вопрос будет, конечно, с тем, как вы оцениваете участие вашей команды. Тем более, оно все-таки, наверное, не такое успешное, как для вас хотелось бы, одна бронзовая медаль. Но все-таки ваши, как не отзывы, а ваш итог, как тренера, что вы можете сказать, почему такой результат, одна бронзовая медаль? Ну, конечно, насчет результата мы не успешно выстрелились, одна бронзовая, надеялись 73-81, в этих двух весах, которые тоже надеялись на медаль. И 73 мог бы там выйти, вторую схватку с французом, одно замечание. И то, я даже не то, что думаю, я считаю, что там замечание, одно-две замечания больше накрутили наших спортсменов. А тот полностью защищался, наш нападал, нападал. И там из-за одного замечания он проиграл, а тот француз стал первым. 73 у нас молодой этот пацан был, прошлогодний призер его, ну, неплохой перспективный. Он мог бы тоже медаль взять, но тоже спорт, там где-то судьи, где-то это, что-то там близко вокруг долга, но бывает. Но вы привезли на этот чемпионат в основном молодой, обновленный состав? Да, мы в основном привезли молодой. Два спортсмена таких старых, а остальные все молодые. То есть это, в принципе, команда, которая, по большому счету, готовится к Олимпиаде уже 2016 года. В 2016 году. Это еще один состав тоже, мы сюда отобрали более таких перспективных, которые смогут побороться, таких ребят. Там явно таких трое было, 73, два пацана было и 81 килограмм. Они были явно такие, там, претендяты на Олимпиаду. Но пока 73, один только попал на нас. У нас 81 тоже была надежда, но, к сожалению... То есть, получается, от мужской команды Турции сколько едет на Олимпиаду? Один, 73 килограмм едет от женщин и от женщин тяжелой категории. Тяжелая категория. Да. И по женщинам там 57 килограмм девчонка очень хорошая была. В Тюмени везде, везде, везде трех лет, по-моему, уже в мире. Везде результаты набрала. И она травмировалась, к сожалению, в связке у нее там... Ну, короче, она даже не утешалась. Тоже перспективная, на медаль тоже татеновала. Вообще, общаясь с тренерами, со зрителями даже, многие оценивают судейство этого чемпионата Европы не очень... Ну, не то, что грамотным, а как-то предвзято относятся ко многим спортсменам, особенно если они выступают там... Ну, понятно, кто выступает от России, на территории России, да, более им лояльные отношения. Но все-таки были такие моменты явные, да, которые уж очень, судя, вели себя некорректно в отношениях. Как вот на ваш взгляд, со стороны трибуны, как тренера, насколько вот это ваше мнение? Ну, конечно, хозяевам всегда помогают, как говорится, родные стены наши. Ну, хозяин, чуть-чуть поддержка, это нормальное явление, это везде бывает. Ну, не так явно. Хотелось бы, что правосудие было, нормально, чтобы судить. Ну, чуть-чуть там поддержали, это нормально. А чтобы нагло, нагло такого не было. Не то, что даже с российскими, когда борются, даже с другими, когда борются. Вот, к примеру, там есть главные судьи сидят с камерой, подзывают меня и там делают все, что хотят. Хотелось бы, конечно, намного лучше. Даже в Праге, когда Кубок мира был, последний до Европы, там тоже мы с тренерами, там пару тренеров, там Гамбо даже был вместе, они сказали, давайте, типа, жалобу на суде напишем, там, и отправим Эджу в Европейский Федерат, чтобы они рассмотрели там, то все. К примеру, тренера садятся, 8 матэ могут только что-то говорить. И там, а, ты начинаешь предложение, уже Гаджумай там ничего не можешь говорить. И что-то начинаешь говорить, тебя раз, убирают оттуда. А судьям никакого замечания, ничего. Как хотят, все, что угодно делать, и никакого этого. Хотя бы надо наказывать судьи тоже, если неправильно там, или не то дают там. Хотя бы на следующий соревнование, чтобы не допустить. Ну, какое-то что-то должно быть. А то так, как хотят судьи, там, на ССНВА не есть никакого этого самого. То есть изменений как бы не происходит. То есть, если судьи допустил ошибку, то он на следующих сторонах опять их допускает. Как бы их нужно было тоже, как бы... Как спортсмена наказывать. Да, наказать нужно было. А то их не наказывают. Спортсменов, тренеров всех наказывают. А судьи там свободны, как хотят. И еще одно это хотел бы сказать. Примерно главный судья с камеры смотрит. Оба, трое показывают судья боковые там, оценку показывают. А с камеры останавливают, подзывают. И меняют. А потом, в середине которых подзывали, вот, подзывают потом подзывают этих боковых. А зачем подзывать? Если там меняли, зачем их подзывать? Зачем это? Показу бы, я вообще не могу понять. Нужно сразу, раз, поменять. Они подзывают, типа, они общаются и сами меняют. Зачем это надо? Сразу можно понять. Как вы думаете, у вас колоссально большой опыт участия в соревнованиях, вы олимпийский чемпион. Чемпионат Европы, победители и призеры чемпионата Европы, это реальные претенденты на олимпийские медали? Конечно, олимпиады выигрывают, на олимпиадах медали берут только те спортсмены, которые на Европе, мире медали брали. Совсем не человек подойдет, там медаль не возьмет. Там все те, ну там, кто может лучше чувствовать на олимпиаде. Ну, в любом случае, это будут спортсмены те, которые на Европу, на мир обсуждали. Именно, вы имеете в виду, именно вот на последних чемпионатах мира и Европы, да? Да, да, до олимпиады, да. И такие дела заваливали. Наблюдая поединки, кого вы можете выделить, кто вам понравился больше, кому вы больше удивил, кто вас борьбой своей, вы можете кого-то назвать спортсменами? Ну, и помимо турецких гзюдоистов? Ну, насчет турецких сказать пока нечего, но мне понравилось, как вчера Михалин, свободно, хорошо выиграл там, в финале даже спокойно обыграл, япону бросил. Что-то мне показалось очень легко, совсем, подозрительно легко. Я не знаю, это выиграл очень легко, я не знаю, как. Ну, хорошо, и Стольник мне понравился тоже, Махмудов, да? За фармах Махмудов, да. Ну, чуть не повезло, но боролся очень хорошо. Хорошая борьба, такая грамотная, бросковая там. А среди легковесов, как вы? Среди легковесов 60 килограмм тоже хорошо выиграл. А 66 там, чуть с трудом бороюсь, 66, 73, 81 даже, Магомеду, они что-то трудно бороюсь. Не в форме были в этот день. Я раньше на соревнованиях тоже, намного лучше боролись, то есть, как уставшие мне у них показались. И Саев тоже, Магомеду, так, трудно, может быть, они для сбора уставшие были, я не знаю, они не восстановились. А скажите, пожалуйста, сборы сборной Турции под джидо в каком режиме проходят? Потому что сборная, допустим, Россия, у них по графику тренируется практически 300 дней в году сбор. Как тренируется сборная Турции? Тоже таким же образом? Или все-таки каждый спортсмен тренируется у себя в клубе, а потом в определенные дни там какие-то перед ответственными стартами вы делаете сбор? Да, у нас Астаном тренируется в своих клубах и иногда делаем в Турции сборы 2 недели, 20 дней. И Астаном сейчас такую систему они сделали, хочешь не хочешь нужно сборы, турниры, везде у тебя олимпийский цикл был. Поэтому за границей Астаном тоже бывает. Ну, то есть вы в основном все свои сборы акцентируете на заграничные поездки после турниров и так далее. Как бы дома очень мало сборов. Дома мало, да. Мы сейчас последний сбор сделали до Европы дома, 2 недели и все. Так, особенно за границей, там 3-4 клуба сильные, особенно там тоже тренируется все время. Скажите, по вашему мнению, в предстоящей Олимпиаде в Лондоне расклад сил, вот, ну, может быть, по весам, если вы как-то так сами для себя анализировали, кто реально претендует, какие страны вы можете выделить на медали, допустим, 60, 66, 73, 81. Ну, хорошие шансы, конечно, это лидеры всем известны. По рейтингу идут лидеры, там, на Европу, на Миро результаты. Вот это тоже лидеры есть явные, там, они всем известны. А из них, кто как подойдет к Олимпиаде, к этому, пик форме, кто будет, кто по удаче, кто подойдет лучше, по-моему, он вылетит. Шансы у всех есть. То есть, в принципе, вот первая, там, восьмерка, да, которая, вот, будет раскидываться, она и есть претенденты на... Да, они, основном, я думаю, будут бороться за медаль. Шансы у них больше. С остальными, редко, я думаю, кто-то зайдет туда. По словам, опять лидеры, основные. Ну, бывает какое-то исключение в правилах, или в вашей карьере спортивной было такое, что, ну, такой середнячок, вдруг, который там, ну, где-то был на подступах к медалям, вдруг становился призером Олимпийских игроков. На подступах, может быть, но призером я что-то не помню, что со стороны кто-то на Европе, на мире где-то медаль не брал, человек со стороны зашел, я такого не помню. А так, может быть, там, подойти к медали, но взять медаль, я думаю, очень трудно будет. Сейчас очень популярно такое направление, как ветеранское дзюдо, да, среди ветеранов. Вот, может, вы слышали такие, и проводятся соревнования, чемпионаты и так далее. Как-то вы прослеживаете это, ну, просто как для себя, не то, что там как-то углубляться в этом. И есть ли турецкие спортсмены, которые вот так же давно, как бы, закончив давно карьеру, участвуют в таких вот мероприятиях среди ветеранов? Да, в Турции тоже хватает, участвует, пару там человек бывает. Но я думаю, это те, которые в свое время не боролись, не наборолись, они, думаю, хотят себя утешить там Европой, миром, там эти результаты. А те, которые раньше боролись, брали результаты, они, я думаю, не захотят обратно туда бороться, ездить там. Им интереса нет вот этого мастерски там Европа, мира, там никакого интереса нет. Это те, которые не брали медали, я думаю, они хотят. Ну и напоследок мы всем задаем такой вопрос. Те ребята, которые только думают, идти им в дзюдо, не идти им в дзюдо, или кто только встал на татами, что вы можете им пожелать и вообще какое, может быть, слово сказать, чтобы им было решающим выбирать дзюдо? Ну, конечно, я бы хотел сказать в первую очередь, дзюдо – это красивый, хороший вид спорта, это уважение друг к другу, все хорошее в дзюдо, все хорошее. Я хотел бы сказать ребятам, которые думают, дзюдо, конечно, не все там чемпионами становятся, даже это для себя, для здоровья, чтобы уважение, для знакомства, чтобы авторитет. Это все в этом. То же там профессионально захочет потом уже дальше, а может там выбирать. А те, ребят, для здоровья хотя бы, самим это очень нужно, чтобы не болтались по улицам, я не знаю, или там не курили, не пили, чтобы занимались спортом. А вот скажите, ну, это, наверное, последний вопрос будет, много ли молодых ребят сейчас, ну, вообще в Турции, в турецких клубах занимаетесь? Да, сейчас он… Как бы дзюдо популярный становится в Турции? Да, дзюдо. Раньше не такой был, сейчас уже потихоньку более популярный становится, сейчас рекламу делает, там, телевизор показывает, там, и сейчас наша ПЦН-Федерация тоже стала помощником министра спорта, и финансирование на счет этого никаких проблем нет. Хорошее вложение, хорошая реклама делается на счет дзюдо, и популярным становится. Даже в мелких таких городах, где раньше нигде не было. Сейчас туда тоже направляют тренировок, развиваются побольше. Уже спортсмены уже, ну, там, с клуба, лицензии у них делаются сейчас. Огромное количество лицензий у них с каждым годом все больше становится. То есть дзюдо становится в Турции очень популярным. Хорошо, спасибо большое, удачи вашей команде на Олимпийских играх. Спасибо, всем удачи, до свидания.